Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова нашего учителя, учителя всего еврейского народа, раби Акивы. И в прошлой Мишне мы говорили о величии человека, который сотворён по подобию на Творца. Бецелем Элуким. И мы говорили, что означает слово «целем», «подобие». С одной стороны, «цель», «тень», «ме», «на», «тень», отражающая нечто. И мы говорили про то, что есть выбор в руках человека. Почему человек называется Адам? Потому что взят из земли, Адама. Так есть одно значение, Адама, земля. А другое, «адамэ лэльйон», «буду подобен всесильным». И если действительно человек смотрит так на другого, перед ним отражение подобия Творца, как он должен вести себя по отношению к ним. С другой стороны, говорит царь Давид в Псалме, Творец как отражение от моей правой руки. Вы понимаете, цель, тень, как тень от моей правой руки. Творец. И тогда оказывается, что это выбор, который находится в руках человека. Еврейский народ сравнивается в Торе с звёздами на небесах, с прахом земным, с песком на берегу моря. Прах, песок, звёзды. Если поднимаются, поднимаются и светят, как звёзды. Если опускаются, все их топчут. Так вот, выбор в руках человека. Есть ли вообще выбор? Если бы не было написано в Торе. Вот, посмотри, я дал тебе сегодня добро и зло, жизнь и смерть, и выбери жизнь. Так написано в Торе. Значит, мы понимаем, что выбор дан человеку. С другой стороны, вот это та мишна, которую мы сегодня начинаем учить, то, что говорит рабе Акива. Все предопределено, но право, свобода выбора, дана. Убэтов аулам не дон. И по добру мир судится. Воаколь лифи ров амасы. И всё по большинству поступков. Всё предопределено. Если мы услышим только это. Всё предопределено. Тогда каждый скажет. О! Я не виноват, что убил, ограбил, совершил все преступления. Всё предопределено. Это так Творец постановил. Разве я могу сделать что-то по своей воле? Но, продолжает рабе Акива и говорит. Но право, свобода дана. И как же это можно понять для нас? Это полностью противоречит одно другому. Если всё известно, какое же право, свобода, какое право, свобода выбора, какая мне дана. Если всё предопределено. И поэтому я с самого начала хочу вам прочитать отрывок из трактата «Неда» Вавилонского Талмуда. Это 16 лист. Толковал Рабиханина Барпапа. Тот ангел, который отвечает за беременность. Есть его имя. Лайла Шмо. Его имя – ночь. Лайла. И берёт он ту душу, которая должна спуститься и оказаться в теле этого зародыша. И поднимает её, ставит её перед Творцом. И говорит перед ним. Рибоношилюлам. Нишамазо мати еле. Это душа. Что будет с ней? То есть, кем она будет? В кого она реализуется? И вот смотрите, какие варианты есть. Гибор охалаш. Могучий или слабый? Ну, вы понимаете. Герой или слабак. То есть, крепкого телосложнения или слабого. Хорошо. Хахам о типеш. Мудрец или глупец. Ашир о ани. Богач или бедный. Но, продолжает Рабиханина Барпапа. Раша о цадик лё камар. Но, злодей или праведник он будет? Нет такого вопроса. Об этом он не говорит. И, продолжает Алмуд, и говорит. Это как то, что сказал Рабиханина. Сказал Рабиханина. Аколь бы едей шамаем. Всё в руках небес. Хуц миерат шамаем. Кроме трепета перед небесами. Как сказано. А сейчас, Израиль, что творец всесильный твой, спрашивает с тебя. Только трепет. Значит, здесь открывается, что действительно выбор быть мудрецом или глупцом нет у человека. Быть богачом или бедным тоже нет. Это определяется заранее. Здоровым или больным тоже нет выбора. Но вот быть ему праведником или злодеем, в этом главный выбор человека. Но как же всё предопределено. Этот будет злодеем. Этот будет праведником. И об этом впрямую говорит Рамбам в законах от Шуве о Раскайне. В пятой главе. И что он говорит? Не так, как думают глупцы народов мира. Я цитирую по памяти и перевожу. Книжка, которую я хотел принести, осталась у меня дома. Поэтому мне приходит цитировать по памяти. Так вот, и не как то, что считают Гольмей Амха Исраэль, немножко недоделанный из народа Израиля. Что творец заранее определяет. Этот будет злодеем, а этот будет праведником. Но это не так. Но право у каждого человека в руках. И если он хочет, он может склонить себя и быть праведником. Сейчас я скажу, я цитирую Рамбама. Поэтому можно меня потом проверить. Как Мошер Абейну. И сказано быть великим мудрецом, как Мошер Абейну. Великим пророком, как Мошер Абейну. Написано у Рамбама. Такого пророка, как Мошер Абейну, не было ни до него, ни после. Хорошо. Но быть праведником таким, как Мошер Абейну. А если захочет, может склонить себя и быть злодеем, как Ярабам бен Нават. Ярабам бен Нават, первый царь, когда разделилось царство Израиля на Иудею и Израиль. И десять колен отделились от потомка царя Шлома, Рахавама. И Ярабам бен Нават, величайший мудрец своего поколения. Который учил Тору с пророком Ахия Ашилони. И сказано в Талмуде, что они были, как деревья перед травой, всеми другими мудрецами. И вот он получил царский трон и правил десятью коленами. Но он поставил идолов в Дании и Бейткеле и сказал, Это идолы твои, божества твои, Израиль. И запретил евреям под угрозой смерти приходить в три годовых праздника в Иерусалим. Написано в Талмуде, обращается к нему творец и говорит, К Ярабаму бен Навату, возвращайся, сделай чуву, раскайся. И я, ты и сын Давида будем вместе гулять в Ган-Эдене. Такое обращение к человеку от самого творца мира. Но захотел Ярабам бен Нават еще раз услышать, что он будет перед потомком царя Давида, а не после. И он спросил, как мы будем путешествовать вместе в Ган-Эдене? И тогда творец сказал ему, я бен Давид и ты. А бен Давид раньше меня, я не согласен. И это написано в Мишне, один из тех людей, у которого нет участия в будущем мире. Страшные наказания. Но это то, что пишет Рамбом. Значит, если хочет человек, он может выбрать жизнь. А мы уже говорили, что такое жизнь. Определение. Не просто существование белковых тел. Это то, что в учебниках по биологии написано. А то, что учит величайший еврейский мудрец Рамбимушей Хаем Люцатов. Учитель всего еврейского народа. Связь с источником жизни. Это значит, выбери жизнь. Мы говорили на прошлом уроке. С чем это сравнивается? С источником воды, который все время обновляется, эта вода, и выходит наружу. Это называется Ма-Ян Ма-Им Ха-Им. Источник живой воды. Так вот, жизнь – это постоянная связь с источником жизни. Через что? Как? Через то, что каждое мгновение жизни я выбираю жизнь. А у меня есть возможность выбрать смерть. И тогда, если бы сказано было в Туре, вот я тебе предлагаю добро и зло, жизнь и смерть. Все. Тогда по какому пути я хочу? Я пойду. Но дальше продолжает Творец и говорит – и выбери жизнь. Но почему в меня сразу не было это вложено? Чтобы я, как только родился, сразу закрываю глаза, говорю – шма. Тут же приносят мне пяти книжек. Тут же учу. Алиф Б. Что это такое? Вообще, наше поколение. У нас может быть претензия к Творцу. Ну, помните то, что написано у Бабеля? Обращается Бенни Крик к матери, которая потеряла сына, которого убили дружки Бенни Крика. И он говорит – но почему Творец не поселил нас в Швейцарии? Там, где такие горы, там, где такая природа. Почему мы родились здесь? Действительно, если… Почему мы родились при этой нашей советской власти? Где на каждом углу было написано «Коммунизм неизбежен». А на другом углу было написано «О религия опиум для народа». Вот как раз организация Толдот и Шурун рекомендует «Опиум для народа». Вы понимаете, что я и вы наркоманы? Опиум – это же наркотик. Так вот, почему мы получили право на ошибку? Больше того, мы были помещены в место, где ложь была узаконена. И к этой лжи нас приучали с детства. Помните, мальчик с кудрявой головой, звездочка, октябрёнка. Потом красный галстук, пионера. Потом комсомольский значок уже с лысым дяденькой. Это, значит, уже комсомольцы. А потом уже коммунисты. Было всё распределено. Почему, Творец, ты нас поместил в страну победившего атеизма? Ответ заключается в том, что сквозь эти все толщи лжи мы должны были найти свою тропинку к правде. Не может быть весь этот огромный мир без того, чтобы был тот, кто им управляет. Не может быть, чтобы весь этот мир находился в такой гармонии без того, кто бы направлял всё это. Это перед каждым из нас стоял выбор. Жить, как все. Ну как, вставай утром, иди на работу, зарабатывай хлеб, получай зарплату, покупай хлеб, покупай колбасу, пей пиво вечером у пива ларька, ночью просиживай у телевизора, завтра опять работы и так далее. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, семьдесят лет. До свидания, дорогой товарищ, на кого ты нас оставляешь? Либо искать свой индивидуальный ответ. И Творец подарил нам особенное время. Право на это открытие. Открыть того, кто даёт жизнь. Открыть эту тропинку, чтобы найти свой собственный личный ответ. Найти своего личного Творца. Это то, что открылось евреям, когда они выходили из Египта. И так сказано у пророка. Как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Когда? В наше время. Во время перед приходом Машеха. Потому что, когда евреи шли посредине моря, даже грудные младенцы показывали пальцем и говорили «Зэ кэ ливэн вэху». Это мой Бог. Его буду прославлять. Его буду радоваться Его заповедям. Так вот, это то право, которое мы получили на этот выбор. И за это надо благодарить Творца. Потому что те, кто не нашли свой личный ответ, они ещё не вступили в права того богатства, которое называется еврейство. Я расскажу вам то, что мне рассказывали в Америке. Я приехал в одну общину, в один город. И давал уроки там. Русская община. 100, может быть, 30-40 семей, которые начали соблюдать и живут по-еврейски. И мне рассказали анекдот. В одну общину приехал новый раввин. Американская община такая. И его спросил Габа из синагоги. О чём раб будет говорить в субботу, в первую субботу? Он говорит, как о чём? Я буду говорить про субботу. Он говорит, нет-нет, рабы, это не надо. На самом деле большинство из нас приезжают на машине в синагогу. Это люди не поймут. Не надо про субботу. Хорошо. Я буду говорить про кашрут. Про строгость кашрута. Про то, как нужно отделять мясное от молочи. Рабы, извините, вы знаете, мы едим в ресторанах в нашем городе с нашими друзьями, неевреями. Лучше не надо говорить. Хорошо. Я буду говорить про чистоту семейных отношений в еврейском доме. Про то, как женщина основа еврейского дома. Как наша мать Сара. Как нашей матери, которой хранили чистоту. Простите, рабы, рабы. Ну, вы понимаете, что это было когда-то в каких-то поколениях. Там у нас же нету миквы. Ну, о чём же тогда я буду говорить? О чём я могу говорить? Спросил рабы. Как ответил ему габы? Говорите про идышка. Про еврейство. Вы понимаете, что это такое? Это общее такое. Это что-то такое красивое. Это то, что, в принципе, можно превратить в клуб. Можно превратить вместо встречи. Можно превратить время в место, времяпрепровождение, спортзал, танцплощадка. И всё это называется синагога. Это называется уже не синагога, а темпл. В Америке это называется темпл, храм. Так вот, пока человек не нашёл свой личный ответ, пока он не нашёл своего личного творца, на это можно потратить всю жизнь. Но об этом мы говорили. Это об этом говорит ещё пророк Ирмияу во время первого храма. Вот этим, чтобы хвалился человек. Умудряясь и постигая меня. Так вот, какое право на выбор получил каждый из нас? Искать и найти того, кто является источником жизни. А дальше, что же такое заповеди, митсвот? Можно понять, что это повеление, что это приказы. На иврите слово, митсва, это состояние. Состояние чего? Состояние связи. Каждая митсва творит связь. С кем? С источником жизни. С тем, кто дал тебе жизнь и сказал, выбери жизнь. А выбрать жизнь митсва. Только потому, что я имею право от творца выбрать смерть. Но когда я выбираю жизнь, выбираю исполнять его волю, я получаюсь господином своего выбора. Так объясняет наш учитель Рамхаль. Я становлюсь господином этой своей работы, этого своего служения. И тогда я приобретаю право на плату. Плату. Ведь все то, что меня окружает. Мир, в котором я живу. Воздух, в котором я дышу. Солнечные лучи, которые я получаю. Вода, тепло. Все это дарит творец. Тело. Три компаньона у тела. Так написано в Талмуде. Отец, мать и творец. Отец дает все то, что белое в теле человека. Мать все то, что красное в теле человека. А душу вдувает творец. И вот тогда. Это возможность обрести право быть подобным творцу. Творить миры и разрушать миры. Какие миры? Кто это мир? Человек назван малым миром. А весь сотворенный мир назван большим миром. Прежде всего, это то, что сказано. Это родословная ноха. Нох. Иш цады каябы дорота. Это родословная ноха. Нох. Человеком-праведником был своих поколений. Как-то родословная ноха. Нох. И учат комментаторы, что главное, то, что сделал нох за свою жизнь, он сделал из ноха праведника. Так вот это, оказывается, какой выбор. Выбери жизнь. Выбери путь, по которому ты будешь подниматься. Это ступени, по которым ты поднимаешься. Чтобы быть все более и более живым. Ну хорошо, я вчера уже выбрал. Я уже надел кипу. У меня уже есть такие ниточки. Я уже живу в религиозном районе. Я уже выучил алфавит. Я уже читаю это. Ну все, вчера я все это сделал. Если ты сделал это вчера, сегодня ты не выбрал жизнь. А этот выбор каждого мгновения. Каждое мгновение жизни. Это то, что сказано. Мы учили сейчас главу Хаей Сара. В которой описывается о смерти Сары, о смерти Авраама, о смерти Ишмаэля. Но что сказано? Это годы дней жизни Авраама. Ни про кого не сказано. Годы дней. Что значит? Чтобы сказано было в Торе только годы. Или дни? И объясняют это комментаторы. Что Авраам пришел со всеми днями своей жизни. 175 лет жизни и все дни этой жизни. Потому что день, когда человек нарушает волю Творца, это день как прокол. Видели карточки у нас в Израиле, когда входишь в автобус, прокалывают карточку автобуса. Как прокол. Этого дня нет. То есть, когда душа оставляет этот мир, она одевается в одежды, новой одежде, которая соткана из митцвод. Это дни жизни, которые получил человек. И вдруг оказывается, там нету, и там нету, и там нету. И приводит это Раф Токучинский. В одном месте было странное кладбище. Один человек появился на этом кладбище, и он обратил внимание. Этот человек прожил пять лет и три дня. А это десять лет и пятнадцать дней. А это двадцать лет и четырнадцать дней. Он сказал, что такое, что за город у вас? У вас умирают так рано? Нет, объяснили ему. Вы не поняли. Это настоящие дни жизни человека, которые подсчитаны. Мы считаем эти дни. Человек, который прошел его день, и он не нарушил, не совершил, не выбрал смерть. Значит, это имеет отношение к его жизни. Так вот, собираются все эти дни. И вот, этот человек заслужил двадцать лет жизни и тринадцать дней. А это только пять лет. Гаон Извильна, он плакал, потому что у него в течение года было двадцать минут, которые он не знал, куда он потратил. Мы более богатые люди, чем Гаон Извильна. У нас все эти дни текут, текут. Время на иврите это зман. И кто-то думает, что время это просто поток. Тогда оно было всегда, если это поток, который течет. Всегда. Но мы-то знаем то, что объясняет Талмуд. Десятью речениями сотворил Творец мир. И первое речение «бэ решит» в начале, ради начала. Если есть начало, значит, есть продолжение. Значит, и объясняет это Гаон Извильна, что этим речением было сотворено время. Так что же такое время? Ну что, дни жизни нашей семьдесят лет, а если в особенной доблести, восемьдесят лет. Так что же такое время? Зман. И объясняет это Гаон нашего времени, а мыше Шапира. Он говорит, корень слова «зман» это «азмана», приглашение. Азмана, зиму. Приглашение на что? Приглашение на жизнь. Мы получили право выбрать жизнь. Приглашение на жизнь. А дальше, что мы с этим сделаем? Это в наших руках. Но Творец, как отец, который любит своих детей, это он обращается к нам, к своему еврейскому народу и говорит «И выбери жизнь». А жизнь не может умереть. Кончается 120 лет этой жизни. Человек снимает эти одежды. И он продолжает жить, потому что он за дни своей жизни собрал эти крупицы настоящие бриллианты. Связь с тем, кто является жизнью жизни, прилепился к нему. И тогда он живет. Первые знакомства смешной Раби Акивы. Я думаю, что на следующем уроке мы продолжим изучать то, что сказал учитель всего народа Израиля Раби Акивы. Но перед завершением я хочу сказать, что я хочу объявить конкурс. Если кто-то напишет нам на Талдот Ру про случай своего персонального чуда, персонального открытия, то лучшие из этих историй будут оглашены здесь во время моего урока. Всего хорошего. моего урока. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!